Жаропонижающие средства Жаропонижающие средства не помогают Первый вопрос на самом деле такой У кого в жизни была такая ситуация Когда дали жаропонижающие Оно не помогает Подняли руки Вот видим что подавляющие То есть у всех Так вот ребят для начала я хочу сказать Что очень часто когда вы считаете что оно не помогает Оно вообще помогает Потому что наша женщина считает Что если она заплатила деньги за таблетку И всунула эту таблетку в дитя То ровно через 5 минут должно быть 36,6 Понимаете То есть если оно снизилось хотя бы на полградуса Это значит что оно помогает Тем не менее Если все таки не помогает То сразу говорим Первое Когда мы вообще говорим о детских лекарствах О жаропонижающих Мы всегда имеем ввиду только два препарата Два Мы имеем ввиду что Во-первых Парацетамол Молодцы И второе лекарство Ибупрофен Все Всего остального Не существует То есть есть мама Или родители Есть ребенок Между вами и ребенком Без врача Могут быть только два препарата Парацетамол Ибупрофен Запомнили? Молодцы Теперь О чем мы в первую очередь Должны подумать Если не помогает Мы должны подумать о том А использовали ли мы Все возможности помощи Которые не имеют Отношения к лекарствам Да Ну вот если мы дали жаропонижающие И нам очень хочется Чтобы ребенок после этого пропотел Да Что надо чтобы ребенок пропотел Надо чтобы было достаточное количество Жидкостей в организме Поэтому первый вопрос Который я задаю себе Не помогает А мы вообще пили Второе Мы должны помнить о том Что каждый раз Когда мы вдыхаем воздух Температуры 25 градусов Мы выдыхаем воздух Температуры тела Да Если мы вдохнули воздух Температуры 20 градусов То мы потеряли тепла Намного больше Поэтому мы должны реализовать Стартовые условия Для того чтобы стали Эффективны Жаропонижающие средства Обильное питье И чистый Прохладный Влажный воздух Это мы сделали Не помогает Не помогает И вот тут самое главное О чем мы должны думать Мы должны думать В том что Нет нет Мы хорошие И ребенок хороший И с болячкой на самом деле Ничего особого страшного нет Потому что скорее всего ОРЗ Мы должны думать О самом лекарстве Первое Вообще конечно Хотелось бы чтобы мы думали До того как будем Засовывать в дитя Это лекарство Во первых Мы лишний раз посмотрели А вообще Сколько оно Хранится у нас в доме А где оно хранилось А срок годности Лекарства вообще Это первое Второе О чем мы должны Лишний раз подумать А вообще Когда мы его использовали Последний раз Использовали Последний раз Год назад А сколько мы дали А вот мерную ложечку Ой так мы же Два раза выросли С того времени Может надо было дать По другому Может мы с дозой Ошиблись А ну папа Сразу говорю Тут надо звать папу То есть мама Когда у ребенка За 38 Ничего подсчитать Не в состоянии Дали папе Дали Считай Сколько надо Опять таки Объяснили сразу Папе разницу Или сами выучили Между миллиграммами И миллилитрами Посчитали Вроде все дали правильно Не помогает О чем подумали О том А какую мы Братцы Использовали Лекарственную форму То есть если это Была свечка А температура Была 38,5 То с высокой степенью Вероятности Эта самая свечка Мирно лежит В попе И никуда Всасываться Не собирается Потому что при температуре Выше чем 38,5 Возможен Спазм сосудов И ничего Ниоткуда Не всасывается Точно так же Какая-то таблетка Может мирно Лежать в желудке И всосется она Через 2 часа Когда к вам Уже приедет Скорая помощь Поэтому какой мы Вывод сделали Что мы неправильно Скорее всего Подобрали Лекарственную форму И понимаем Что когда температура Выше чем 38,5 Очень надо Стремиться к тому Чтобы лекарство Было каким Максимально жидким Теперь ситуация Оказывается мы Час назад Дали парацетамол И вот мы теперь Поняли Что дали его Неправильно Что делать Можно дать Другое лекарство Жаропонижающее Но уже не парацетамол А какое Ибупрофин Или наоборот То есть мы можем И с интервалом Менее часа Повторить препарат Еще раз фиксирую внимание Когда вы берете Инструкцию к парацетамолу Когда вы берете Инструкцию к Одет Но в комнате Было прохладно Это понятно Молодцы Дорогие друзья Спасибо что вы с нами И будьте всегда в курсе Последних наших новостей Подписывайтесь На наш канал В ютубе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok